Здравствуйте! Это программа События. Мы работаем в прямом эфире. О том, чем жила Самара сегодня, вам готовы рассказать наши журналисты и я, Инга Пеннер. Главные темы выпуска. Солдат-победитель вернулся домой. В Самаре появился еще один памятник. Эксклюзивный репортаж с места установки трехметровой фигуры. Ремонт по плану. Асфальт на улице Магистральная кладут в три слоя. Освободили из мусорного плена. Волонтеры очистили озеро в Дубках. ЧП на проспекте Металлургов. У подъезда обвалился бетонный козырек. Личные вещи грузчика Шаляпина и семейные тайны Ульяновых. Вся дрелевационная Самара на выставке в доме музея Ленина. Сегодня в Самаре вновь звучали слова в честь солдата Великой Отечественной. В городе установлен еще один памятник воину-освободителю. Трехметровая скульптура навсегда заняла свое постоянное место на территорию школы номер 92. Интересная история монумента. Его обнаружили в заброшенном состоянии школьники-волонтеры, которые и выступили с инициативой возродить памятник. Реставрацию провели за полгода на одном из самарских предприятий, а сегодня медного солдата привезли на школьную площадку. О подвиге погибших солдат и живой человеческой памяти. Эксклюзивный репортаж Олега Зверева. Изначально памятник воину-освободителю планировали установить здесь к 9 мая. Но из-за предпраздничной суеты задержались всего на два дня. Успели только выложить плиткой площадку у будущего мемориала. Волонтерская группа Самарской школы номер 92 обнаружила скульптуру случайно на территории одной из городских автобас. Как предполагается, это был памятник водителям автоколонны, которые воевали на фронтах Великой Отечественной войны. Мы были в гостях у ветерана Великой Отечественной войны, у Трыниной Александры Ивановной. Она нам рассказывала истории разные, истории о войне. И показала нам с ее окна был виден памятник, который был в плохом состоянии, заброшенный мусором. И когда мы пришли в школу, мы рассказали это нашим одноклассникам. Называлась эта стела, как мы узнали потом у архитекторов, она называлась «Они сражались за Родину». Памятник стоял в куче мусора, и действительно был, он медный, и действительно был помят во многих местах, грязный. Дети настолько переживали, они со слезами, они готовы были идти куда угодно, просить, чтобы им отдали этот памятник. И вот момент, которого школьники и учителя ждали полгода. Столько времени потребовалось на реставрацию. Работать пришлось много, слишком серьезные повреждения были на теле некогда значимого памятника. Но теперь все исправили, чтобы на 71-м году, со дня победы, у медного солдата началась вторая жизнь. Был побит кувалдой, был, который он автомат, мы что-то выправляли, что-то заваривали, что-то отчеканили, новые какие-то детали. Теперь памятник навсегда останется на территории школы, напоминая и взрослым, и детям, и о минувшей войне, и о неравнодушии нынешнего поколения школьников и учителей, которые вовремя сообразили, как помочь медному солдату и возродить в городе еще одну святыню. Нам действительно важно, чтобы этот памятник был на нашей территории, потому что мы уделяем особое внимание патриотическому воспитанию. Мы будем проводить здесь посвящение в первоклассники, выпускные мероприятия, будет торжественное поднятие флага на какие-то государственные мероприятия. И более того, здесь будет также расположена сцена. Официальное открытие мемориала у 92-й Самарской школы еще только предстоит, но уже сегодня прохожие не могли сдержать слез. Видимо, также весной 45-го возвращались домой их отцы и деды. Солдат Красной Армии с победой вернулся домой. На груди Орден Мужества и Медаль за отвагу, а в правой руке Триумфальная Гвоздика. Прежде чем установить памятник, проведены большие реставрационные работы. Кроме того, композицию решено дополнить звездой памяти, на которой будут написаны имена погибших героев. «Звезда» непростая. Она сделана из металлоэнергетического котла «Безымянский ТЭЦ», который отработал свой ресурс, а в годы войны снабжал теплом и электричеством более 30 самарских военных заводов. Олег Зверев, Алексей Золотенков. События. 600 тысяч квадратных метров дорог в этом году отремонтируют в Самаре. На это из бюджетов всех уровней выделят почти 2 миллиарда рублей. Обновление улицы Магистральной уже началось и не останавливается даже ночью, в чем убедилась Алина Чемерес. Ремонт улицы Магистральная начинается в 8 вечера и продолжается до 8 утра. Рабочие сначала снимают поврежденный слой асфальта, очищают участок от пыли и грязи и только потом кладут новое покрытие. Сейчас на Магистральной укладывают первый нижний слой асфальта, потом здесь появятся еще два – выравнивающий и верхний. Это покрытие сможет выдержать 50-тонный грузовик. Как только асфальтобетонная смесь температурой в 160 градусов, словно черное покрывало, ложится на дорогу, по нему сразу же проходят катки. После того, как обновят покрытие, рабочие заменят бортовой камень. Все работы производятся с применением современной техники и оборудования. Чтобы найти высоту бортового камня, мы сначала выравниваем систему электронного нивелирования, а потом по высоте нижнего слоя устанавливаем бортовой камень. Каждый год будет мониториться данный участок автомобильной дороги и дефектные места будут своевременно ремонтироваться. Гарантия на комплексно отремонтированную дорогу – 5 лет, в течение которых подрядчик будет устранять дефекты за свой счет. Комплексный ремонт улицы Магистральная начался в мае, завершить его планируют в октябре. Всего здесь заменят около 3000 квадратных метров дорожного полотна. Самарские автолюбители с нетерпением ждут полного обновления улиц. Замечательно, будем теперь свободнее ездить, не бояться, что попадешь в яму. Все-таки это новое покрытие, хорошая дорога. Дорожные работы под ежедневным контролем специалистов. Ход работ тщательно контролируют и общественники. Карточный, аварийно-ямочный, капитальный ремонт. То есть мы выезжаем, мы контролируем, работаем в тесном взаимодействии с апартаментом, с районной администрацией, с городской администрацией, с самими подрядчиками. Подрядчики нас уже как бы привыкли к нам. Вот каких-то либо, если какие-то есть замечания, реагируют адекватно, выполняют. Около двух миллиардов рублей в этом году выделят из бюджета всех уровней на ремонт самарских дорог, включая комплексный. В 2016-м заменить планируют 600 тысяч квадратных метров дорожного полотна. В том числе комплексно будут ремонтировать 26 улиц, из которых 9 – переходящие по двухлетним контрактам. Обновление ждет и внутри квартальной дороги. В порядок приведут 84 дворовые территории. Игорь Рудаков и директор школы-интерната Светлана Культюшкина вместе осматривают участок, где этой ночью проходили работы. Этого ремонта как руководство школы, так и ее воспитанники – 190 человек. А это дети с ограниченными возможностями здоровья ждали с нетерпением. Потому что в интернате обучаются дети с нарушением опорно-двигательного аппарата. Часть родителей привозят детей, не просто оставляют их и уезжают на работу, а вынуждены сопровождать детей. И поэтому подъезд, подход к учреждению должен быть соответствующим. Чтобы путь к школе был комфортным, реконструируют не только проезжую часть, но и в качестве дополнения тротуары вблизи учебного заведения. Новые пешеходные дорожки появятся со стороны улицы Магистральной и Зубчининовского шоссе. Предусмотрен ремонт тротуаров и устройств новых пешеходных дорожек. Соответственно, газоны. Работу планируется закончить где-то, наверное, в августе месяце. Хотя по контракту у нас октябрь. Еще одна просьба руководства школы – это парковка. У многих родителей с этим возникают проблемы. Некоторые дети перемещаются при помощи инвалидного кресла. Это уже будет дополнительный проект, который мы постараемся в максимально сжатые сроки подготовить, согласовать с департаментом городского хозяйства. И надеемся, что дополнительные средства будут выделены. Все пока идет в рамках заключенного контракта и проекта. Претензий к подрядчикам нет. По срокам тоже успеваем. Погода позволяет. Поэтому мы должны вовремя закончить этот объект. В этом году в рамках программы комплексного ремонта дорог только в Кировском районе капитально отремонтируют несколько улиц. Среди них товарное, заводское шоссе, Вольское. Еще несколько восстановят картами. Павел Баймаков, Григорий Плешаков. События. Прокуратура Кировского района начала проверку в связи с ЧП, случившемся в Самаре. Обрушение козырька на проспекте Металлургово-23 произошло днем 8 мая. Предположительно, это случилось из-за сгнивших закладных частей конструкции. Рухнувший козырек чуть было не убил мужчину. Он чудом успел отскочить. По словам жителей, незадолго до ЧП в доме по требованию людей заменили козырек над вторым подъездом. Остальные три остались без ремонта. В управляющей компании это объяснили отсутствием средств. Теперь жители опасаются новых обрушений. Говорят, что старыми аварийными остаются навесы над первым и четвертыми подъездами того же дома. Свою версию причин инцидента в прокуратуре пообещали озвучить 16 мая. В этой связи прокуратурой района в настоящее время проводится проверка, в ходе которой устанавливаются причины и обстоятельства совершенного происшествия. Мы определяем круг лиц, которые были ответственны за контролем и качеством эксплуатации дома, в том числе и вот этого козырька. Не исключается о том, что прямое отношение к этому имеет управляющая компания. Тем временем сразу несколько управляющих компаний в Самаре получили от руководства города низкую оценку. Виной тому мусор, который собрали во время месячника по благоустройству, но так и не вывезли на полигоны. В Самаре выявили 260 таких адресов, хотя по нормативу мусор обязаны вывозить в течение суток. Грешат недоработками Кировский, Красногринский и Советские районы. Первый заместитель главы Самары Владимир Василенко поручил исправить ситуацию в кратчайшие сроки. Для этого тем более есть сегодня все. И отторговали в районах деньги на месячник. Отторговали были и для того, чтобы своевременно вывозился мусор. И 85% населения, которое платит стабильно, ну давайте в конце концов уходить от мусора. Но уже притча воязыцев. Губернатор нам на это указывает, глава города на это указывает. А мы вот слушаем и пытаемся искать причины. Нет причин. Есть бесхозяйственность, расхлябанность и, скажем, неуважение к своему населению. Вот от этого должны избавиться. И вот я сразу говорю, это беспощадно будет в течение этого сезона. Будем каленым железом выжигать. Если не понимают, значит будем освобождаться и от управляющих компаний, и от руководителей. Руководство города призывает жителей тоже проявлять инициативу и требовать от управляющих организаций исполнения их прямых обязанностей. Ведь именно горожане являются работодателями всех коммунальных компаний. Хотя официальный период генеральной уборки Самары закончился, это не повод расслабляться. Сверхзадача на сегодня навести порядок во дворах. Как ведро краски кардинально меняет облик детской площадки, увидела Марина Кравцова. С любовью наводят порядок во дворе. Любовь Григорьевна, главное по чистоте, она и живет в этом доме на улице Гагарина и работает рядом, дворником. В 6 утра, а то и раньше, начинаются трудовые будни. За час Любовь успевает и подмести, и мусор убрать, чтобы соседи из дома выходили с улыбкой и в хорошем настроении. А двор здесь дружные жители, в свою очередь, помогают с озеленением. Пионы, ирисы, лилии, сирень и ромашки на газонах – их рук дело. У нас все цветы посажены, все жильцы посадили. С детьми играют, тут так подходишь, разговариваешь со всеми. Цветы еще только набирают силу. Яркими букетами будут радовать летом. А вот яркости на площадке решили добавить сотрудники управляющей компании. Начали с покраски ограждений на детской площадке. Цвет на импровизированных заборчиках теперь обновляют каждый год. Говорят, чтобы глаз радовало, хотя еще три года назад и красить было нечего. На детскую площадку свободно заезжали автомобили. Не было, допустим, ограждений, машины стояли на газонах. А сейчас уже более-менее стали, вот уже поставили ограждения, машины сделали для тебя парковочки. Стараемся все детские площадки, все видовые части, все деревья побелить. А ограждения и детские площадки все покрасим. Апрель прошел, но благоустройство территорий продолжается. Предстоит навести лоск в чистых дворах. Покрасить собираются не только ограждения, но и качели с лесенками. Благо, играть на площадке детям будет безопасно. Районные власти помогли спилить старые аварийные деревья, которые нависали над горками. Уже вывезли почти весь валежник. Оставшиеся ветки и пеньки уберут в ближайшие дни. Марина Кравцова, Максим Госев, События. Еще одна городская напасть – сорняки. На борьбу с ними в Самаре вышли 16 бригад. Сезонные работы начались гораздо раньше обычного срока. Виной тому теплая погода. Газоны стригут в первую очередь в скверах и парках, и около крупных магистралей. С каким настроением рабочие берутся за косу, узнала Валерия Макарова. Если от вершка до корешка 15 сантиметров, такую траву уже пора косить. Этим и занялись в Самаре с начала недели. Почти на полмесяца раньше, чем в прошлом году. Традиционные сроки сдвинула ранняя весна. Даже тюльпаны, которые раньше зацветали на 9 мая, сейчас уже отцветают. На борьбу с высокой травой во всех районах Самары каждый день выходят 16 бригад. Причем на следующей неделе планируется увеличить их количество до 22. Сейчас занимаются газонами на проспекте Ленина. Здесь, говорят рабочие, косить одно удовольствие. Трава мягкая, рельеф ровный. Заводишь, настраиваешься, видишь то, что нужно делать, и делаешь. Ну, ландшафт, трава какая, высокая, густая. Вот насчет этого. После стрижки от стебелька остается 3-4 сантиметра. Скошенную траву на день оставляют лежать, чтобы она завяла и легче утрамбовалась в мусорные пакеты. После увозят на утилизацию. Эти работы продолжаются в течение всего лета, но в зависимости от погодных условий могут вестись и осенью вплоть до октября. Аллергенные растения типа амброзии, полынь, они выходят немножко позже. Это уже будет второй поток покос травы, когда их будут выкашивать, не допуская их цветения и плодношения. Возможно, что в середине июня уже появится амброзия и будем косить именно ее. Любой житель Самары может указать на те места в городе, где нужно подстричь газон. Такие обращения принимают в районных администрациях и определяют, чья это зона ответственности. Парки, скверы и придорожные газоны обслуживают муниципальные предприятия. А вот за дворами и территориями около дома должны следить управляющие компании, либо администрации районов, которые дают задания субподрядчикам. Сейчас работы ведутся на улицах Новосадовая, Гагарина и Победы. Валерия Макарова, Сергей Баскин, События. Преобразилось еще одно любимое место горожан – озеро в зоне отдыха Дубки. На его уборку вышли волонтеры, активисты общественных советов и депутаты. Экологическая акция здесь превратилась в традицию. Как быстро и без затрат почистить озеро и каких гостей ждут Дубовые рощи, выяснила Марина Кравцова. Тень деревьев, легкий ветерок и свежесть от водоема – уникальный уголок природы в мегаполисе. Зона отдыха Дубки – одно из любимых мест отдыха жителей Кировского внутригородского района Самары. В центре Дубовой рощи – озеро, где бурлит жизнь. Есть и лягушки, и рыба. Ее в водоем запускают самарцы, и утки прилетают каждое лето. Чтобы пернатам было комфортно и жителям ближайших домов отдыхать приятно, активисты вышли чистить озеро. Нехитрый способ очистки озера. Без специальной техники, но для маленького водоема весьма эффективный. Главное приспособление – грабли. Вот так весело и с огоньком берем и загребаем упавшие за зиму ветки и тину. Такие экологические акции в Дубовой роще проходят регулярно. Озеро очищают общественные советы двух микрорайонов и депутаты Городской думы и райсовета. Народные избранники вместе с жителями благоустраивают район. Теперь первостепенные задачи территории решаются быстрее. Все просьбы под контролем и в исполнении. Разные просьбы бывают. Бывают просьбы от самых-самых мелких до самых крупных. Станут там произвести асфальтирование, произвести замену каких-то наземных конструкций. Сейчас, в данный момент, мы ходим и исследуем, как мы тут будем реставрировать клумбы, будем сажать цветы. Одни из самых активных участников акции – юные волонтеры. Они с легкостью отказываются от виртуальных компьютерных игр в пользу реальных дел. Мы стараемся для них, и они видят эту отдачу, в свою очередь помогают нам. Очень хорошо помогают подростки. Вот все говорят, ой, молодежь, у нас в 12 микрорайоне вот такая молодежь. Вот, попроси, и все сделают. Тут я помогаю природе, своему краю родному, Самаре. Зону отдыха продолжат благоустраивать. На следующей неделе займутся покраской качелей и лавочек на детской площадке. А жители будут ждать, когда прилетят утки на чистое озеро, которое возвращается в привычные берега. Уровень воды в обмельчавшем несколько лет назад водоеме вырос на метр. Озеро вновь оживает. Марина Кравцова, Максим Гусев, События. Стала известна официальная цена в Самарской области одного квадратного метра жилья. Теперь она составляет чуть более 34 тысяч рублей. Об этом говорили на заседании регионального правительства. Показатель средней рыночной стоимости един для всех муниципалитетов и применяется при расчете социальных выплат, субсидий на покупку или строительство жилья для льготных категорий граждан. Применение единого показателя средней стоимости одного квадратного метра для всех муниципальных образований в Самарской области способствует развитию отрасли жилищного строительства и увеличению объема вводимого в эксплуатацию жилья, что является одним из рычагов снижения средней рыночной стоимости жилых помещений. Далее коротко о других темах дня. В Самарской области установлена новая величина прожиточного минимума. Для работающих она составит 10 486 рублей, для пенсионеров 7 560, для детей 9 491 рубль. В связи с этим гражданам, получающим субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, будет автоматизировано, без дополнительного предоставления документов, произведен перерасчет размера получаемой субсидии. Пятерых нелегалов выдворили из Самары в майские праздники. Это жители Таджикистана и Узбекистана. Всего с начала года судебные приставы отправили на родину 250 иностранных граждан. По закону трудовые мигранты, которые приехали в Россию в безвизовом порядке, имеют право находиться здесь не более 90 суток. Тех, кто захочет задержаться, ждет штраф до 5000 рублей и выдворение. В Россию нарушители смогут вернуться не ранее, чем через 5 лет. Паводок отступает. В Самаре постепенно снижается уровень воды в Волге. За минувшие сутки он уменьшился на несколько сантиметров и сегодня составляет чуть более 32,5 метров. Сообщается, что пик весеннего паводка в Самаре пройден. Разговоры по мобильным телефонам будут проверять. Под пристальным контролем окажутся корпоративные сим-карты. Комплекс установят на территории заказчика и подключат к сети мобильного оператора. Проходящий через устройство голосовой трафик будут перехватывать, переводить в текст с помощью систем распознавания речи и затем анализировать по ключевым словам. Разработчики уверяют, что программа не нарушит тайны телефонных переговоров. Стандарты для курильщиков. Разноцветные и прочие дизайнерские сигареты могут оказаться под запретом. Пачки планируют сделать одинаковыми, коричневого цвета. С такой инициативой выступили депутаты Госдумы. По мнению парламентариев, такие меры помогут уменьшить число курильщиков. Сейчас в России курит треть населения. Также планируется ограничить продажу табака лица моложе 21 года. И поднять цены на акцизы. К 2020 году пачка сигарет может стоить в среднем 180 рублей. Дух губернской Самары восстановили сотрудники дома-музея Ленина. Выставка «Здесь люд служивый и простой», посвященная 165-летию образования Самарской губернии, рассказывает о людях разных социальных слоев и профессий. Экспонаты из жизни грузчика Шаляпина и семейства Ульяновых изучила Валерия Макарова. На профессиональном жаргоне грузчиков – это обезьянка, она же потник или подушка. Есть легенда, что именно ее использовал Федор Шаляпин, когда в 1900 году грузил арбузы и мешки с мукой в Самарском порту. Образы жителей губернской Самары конца 19 века создает выставка в доме музея Ленина. Здесь люд служивый и простой. Сотрудники музея решили взглянуть на ту Самару глазами Ульяновых, которые приехали сюда в мае 1889 года. Отправной точкой для выбора названий выставки стали слова Ольги Ильиничной Ульяновой, адресованные ее симбирской подруге Александре Щербо. В письме своей подруге Ольга написала, характеризуя жителей Самары, здесь люд служивый и простой. На выставке воссозданы те места, где бывали Ульяновы и люди, которых они встречали. Семья очень любила гулять по аллеям Струковского сада. На стенде его архивные фотографии. Однако все Ульяновы считались людьми политически неблагонадежными, поэтому обязаны были зарегистрироваться в полицейском участке. Многое связывает Владимира Ильича Ленина с Самарой. Именно здесь началась юридическая карьера будущего вождя пролетариата в окруженном суде. Это славнейшая история не только Самары, но и нашей страны, потому что таких людей, ну я уж не так-то много и знаю, и таких мало людей. Выставка в доме музея Ленина будет работать до конца октября. Валерия Макарова, Алексей Золотенков. События. Время новостей спорта. Я передаю слово Сергею Кизоркину. Здравствуйте, я Сергей Кизоркин. И значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Баскетболист «Самары» Максим Кривошеев стал лучшим центровым суперлиги. Кубок ЦСКА разыграли «Самарские лучники». Самарской теннисистке катастрофически не везет на римском турнире. Анастасия Павлюченкова и Светлана Кузнецова покинули парный теннисный турнир в Риме. Они проиграли уже в первом круге румынскому дуэту Ирине Бегу и Монике Никулеску. 6-4, 3-6, 7-10. Самарчанке Анастасии Павлюченковой не повезло и накануне в одиночном разряде. Она уступила на старте турнира Анне Ивановичи с Сербии. Счет по партиям 4-6, 4-6. В Тольятти лучники со всей Самарской области разыграли кубок ЦСКА. На огневой рубеж вышли 60 спортсменов. Стреляли с двух дистанций – 12 и 18 метров. В первой дисциплине армейцы заняли только одно третье место. Во второй взяли две бронзовые медали, а Иван Трушин выиграл кубок. На 18 метрах в командном первенстве хозяева турнира тоже стали первыми. Игрок баскет-клуба «Самара» Максим Кривошеев получил приз от Российской Федерации баскетбола как лучшей центровой суперлиги. В этом сезоне Кривошеев сыграл в 36 матчах, набирал в среднем 11 очков и делал 7 подборов. Также Максим вошел в символическую пятерку финала четырех Кубка России. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. На этом наш выпуск завершен. Удачи вам! Увидимся!